Участниками интеллектуального состязания стали студенты педагогического и политехнического колледжей, сельскохозяйственного техникума, института экономики, управления и права, а также филиал Казанского федерального университета. Борьба с коррупцией – это невременная кампания, это кропотливая работа ежедневная, и в этой кампании не должно быть посторонних. По борьбе с коррупцией проводится очень много мероприятий у нас в городе и в районе. Принята у нас программа антикоррупционная, на 12-14 годы одна программа была, сейчас продлевается на 15-20 годы. Цель проведения таких игр – это выявление знаний в области конституционного права и, конечно же, противодействия коррупции. Как говорят сами студенты, коррупция – явление аморальное, и чтобы быть более грамотными в борьбе с ней, проведение таких игр становится необходимым. Интеллектуальное состязание включало в себя три тура. Особенно сложен был тур последний, ведь там представлялись ситуационные задания, где было необходимо определить коррупционное и конституционное нарушение прав человека. Нужно отметить, что все команды тщательно подготовились к участию в брейн-ринге, ведь в ходе жесткой борьбы для определения окончательных победителей члены жюри задавали командам дополнительные вопросы. И если в 2012 и 2013 годах победа была за филиалом Казанского федерального университета, то в этот раз их приятно удивили студенты политехнического колледжа, и кубок победителя достался им, ведь именно команда этого учебного заведения отвечала на вопросы оперативно и точно. Второе место заняли представители филиала Казанского федерального университета, а вот третьими стали студенты Чистопольского сельскохозяйственного техникума. Нет никакого соревновательного процесса. Борьба с коррупцией это не соревновательный процесс, она создана для того, чтобы все решили общую проблему, а не для того, чтобы соревноваться, получать кубки или дипломы. Очень удобно.